Это божественно! Это просто божественно! Вы просили это очень давно. Привет, мои хорошие! Героиней сегодняшней рубрики стала Хейли Бибер. Если бы она вышла замуж за Джастина не в 2018 году, а на 5-6 лет раньше, честно, я не думаю, что мое подростковое детское сердце с этим справилось. Но время прошло, и несмотря на все ее скандалы в интернете, для меня ее образ все равно остается очень, знаете, вот приятным. Приятный образ. Ну, в общем, прошлые 24 часа я готовила, тренировалась, питалась, как Хейли Бибер. И сейчас предлагаю вам на это все посмотреть. Также в моем телеграме вы найдете небольшое продолжение этого видео. Я собрала несколько лайфхаков Хейли по уходу за кожей, а для меня она обладательница чуть ли не идеальной кожи. Я думаю, вы видели эти макияжи, где она наносит три точки консилера. Сценаристы ВОК просто рыдают. Так что возвращаемся на сутки назад, и приятного просмотра! Продуктовая корзина Хейли довольно простая. Овощи, сыр, растительное молоко, хлеб, морепродукты, паста из чечевицы или киноа. Из сладостей модель любит мороженое, либо протеиновые батончики. К слову, папарацци не раз ловили Хейли с Джастином в супермаркете, с пачками чипсов, газировкой и прочим. Умение соблюдать баланс – это база. Завтрак. По обычный день завтрак модели состоит из яиц или овсянки, какого-нибудь белка или смузи. Кстати, о смузи, который мы будем сегодня готовить. У Хейли есть ее авторский напиток, который продается в магазине Erevan. Его можно приготовить дома. Рецепт я оставлю на экране. Но лично я решила сделать свою жизнь чуть проще и купила уже готовую смесь. Я надеюсь, это будет вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok Это не то, что я хотела бы есть каждый день, но как вариант попробовать что-то новое. Плюс я готовила этот смузи минуту. Неплохо. Неплохо. Блок с тренировками. Мне кажется, всех американских моделей можно ассоциировать с тремя видами тренировок. Бокс, пилатес и йога. Это, знаете, такой классический набор топ-моделей. Сама Хейли тренируется от 4 до 5 раз в неделю по 45 минут. По ее словам, это поднимает ей настроение и служит некой психологической разгрузкой. Я нашла ее комплекс упражнений на пресс, которые можно без проблем выполнять дома. Так что берите на заметку. Любую тренировку Хейли начинает с разогрева. Для этой функции я решила использовать скакалку. Официально самая универсальная вещь для поддержания всего тела в тонусе, которая вполне может заменить полноценную тренировку. Сегодняшний комплекс состоял из 9 упражнений. Это несколько видов планки по минуте, различные скручивания и подъемы ног. Эти упражнения стоит выполнять по 30 раз. Продолжение следует... Мне очень понравилась фраза Хейли в одном из интервью по поводу ограничений в питании. Если я хочу это съесть, как только проснусь, я буду это есть. Здоровое пищевое поведение очень гибкое и без запретов. В один день вы можете не доесть, в другой переесть, и это абсолютно нормально. И вот недавно я открыла для себя бота в Телеграме. Ее зовут Тея, и она придерживается как раз-таки такого подхода. Тея предлагает пройти 21-дневную программу, чтобы наладить питание без жестких ограничений. И да, существует масса курсов по питанию, марафонов по похудению, но они все построены лишь на личном опыте. Они предлагают опасные диеты, а дают лишь краткосрочный результат. У Теи же, наоборот, все направлено на долгосрочный и безопасный результат. Новые привычки, которые она поможет вам внедрить, и восприятие еды, останутся с вами на всю жизнь. А программа разработана на основе более 300 научных исследований совместно с психотерапевтами. Удобно то, что работа с Теи не отнимает много времени. Каждый день она пишет Телеграме и присылает интересную и полезную статью, чтобы помочь вам комплексно разобраться в теме питания, учитывая не только диетологические факторы, но и связанные с психологией и физиологией. Еще Тея научит вас вести дневник питания. Вы удивитесь, но сами по себе записи съеденного уже позволяют есть более осознанно. Кстати, дневник – это первый инструмент, который советуют врачи при работе со своим пищевым поведением. А с помощью ежедневных графиков и отчетов все это делает намного проще. Так Тея поможет вам скорректировать свои пищевые привычки и без стресса приучит к здоровому питанию. И поэтому она рассчитана не только на людей, которые имеют избыточный вес, либо проблемы с питанием, но и на тех, кто недоедает, питается хаотично, либо хочет просто сбалансировать свой рацион. Не откладывайте на потом заботу о своем здоровье. И давайте проходить программу вместе. Переходите по ссылке в описании, либо по QR-коду. Но советую это сделать прямо сейчас, потому что для первых 200 человек активируется скидка в 65%. Так что торопитесь, запускайте Тею, а мы продолжаем. Время обеда. Хейли – одна из немногих в этой рубрике, кто просто обожает готовить. Она часто делится своими рецептами в ТикТоке, и один из них я выбрала для обеда. Совсем недавно весь ТикТок буквально был заполнен нашумевшими пицца тостами от Хейли. Это такой себе аналог пиццы Маргарита. Вам понадобятся хлеб, помидоры, томатная паста, моцарелла, трюфельное масло и специи. Кстати, о трюфельном масле. Еще в прошлом видео я говорила, что это настоящая находка. И даже обычный салат в сочетании с ним становится произведением искусства. Очень приятный запах. Очень. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это один из лучших рецептов, которые я только пробовала в этой рубрике. По словам Хейли, она никогда не взвешивается. За исключением похода к врачу. Как человек, которому известно, что такое расстройство пищевого поведения, и как сильно это изматывает психологически, избавление от весов дома было одним из лучших решений. Как минимум, чтобы перестать зависеть от цифр, а как максимум, чтобы научиться ориентироваться на чувство внутреннего комфорта. Потому что раньше это чувство напрямую зависело от цифры на весах. То есть определенная цифра на весах могла кардинально изменить мое мнение о себе. Поговорим о пищевых привычках. В одном из интервью журналу Эль в 2016 году Хейли упомянула о так называемой диете по группе крови. Это система питания, которая делит людей на 4 типа, в зависимости от группы крови, и подразумевает для них определенный рацион. Первая группа – это люди-мясоеды. Акцент питания делается на мясных продуктах. Вторая – это люди-земледельцы. Да, я знаю, что это очень странное название. Я знаю. В основе их рациона – растительная пища. Третья группа – люди-кочевники. С каждой последующей группой название становилось все более странным. Им рекомендуются молочные продукты, мясо, за исключением курицы и свинины, яйца и зеленые овощи. Этот тип питания называется смешанным и является наиболее адаптивным. Диетологи советуют исключать крупы, выпечку и орехи. И четвертая группа – это некая смесь второго и третьего типа. Советуют есть мясо, кисломолочные и морепродукты, тофу и зеленые овощи. Но со временем эта диета утратила свою актуальность, как и понятие диет в целом. И на смену пришло интуитивное питание, что сейчас, собственно, и транслирует Хейли. На ужин я решила готовить пасту, хотя был еще вариант Цезаря. Хейли делает его без гренок, но мне было интересно впервые попробовать приготовить пасту из киноа, так что да. Выбор был очевиден. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА